Опущен занавес урайских театральных сцен на Всероссийском фестивале «Чехов. Россия. Мы». Это культурное событие продолжалось неделю. Торжественное открытие украсило один из урайских вечеров. Проходило на площади первооткрывателей стать его участником МОП «Каждый желающий». Всероссийский театральный фестиваль на урайской земле собрал служителей мельпомены уже в третий раз. Первый поддержку этому проекту оказал президент России. Сейчас губернатор Югры. Когда мы придумывали фестиваль, он изначально, конечно, мы хотели, чтобы он был традиционным. Просто сейчас так устроена жизнь, что такие проекты поддерживаются именно грантовой системой. И поэтому мы каждый раз снова с надеждой пишем заявки. И надежды оправдываются. За неделю фестиваля было представлено семь спектаклей. Параллельно готовились два проекта в актерской и режиссерской лабораториях, что является уникальностью этого события. Каждый день артисты собирались и работали над произведениями. Руководил режиссерами глава Вологодского камерного драматического театра Яков Рубин. А в постановках были задействованы все. Заслуженный деятель культуры Югры Леонид Архипов – постоянный гость урайских театральных проектов. Режиссер театра «Обско-угорских народов солнца» в Ханты-Мансийске. Его стаж – десятки лет и в качестве режиссера, и в качестве актера. Он успевает принимать участие и в постановках самого южного города Югры. И, несмотря на все свои звания и умения, считает, что сцена дает непередаваемые ощущения. «Понимаете, театр очень многому учит. Вот именно через проживание той жизни, того человека, с которого ты играешь. И для тебя, и, может быть, и для зала, вот это вот, понимаете, любовь и боль из-за них, и все на свете передается». Именно Леонид Архипов сыграл доктора Чебутыкина в «Чоховских трех сестрах». И так проникся характером героя, что до сих пор не может отпустить историю военного врача – Ирины и ее матери. «И открытие сделал, что, оказывается, это моя дочь, внебрачная. И никто об этом… Нет, сестры-то знают, а никто больше… Она сама не знает. И у меня к ней такая любовь появляется, понимаешь, когда она – это моя родная дочь. Я когда свою родную, знаете, как всегда, ведь это же самое дорогое в мире, видите-то. И для меня вот эта роль стала просто удивительной». Поэтому Леонид Андреевич с легкостью стал частью постановок режиссерской лаборатории. Внимательно слушал рекомендации своих коллег и играл в спектаклях, несмотря на весь богатый опыт. И так каждый участник. Актеры создали свой проект и продемонстрировали его жюри. Не только итоговая работа, но и в целом весь фестиваль оставил неизгладимый след в душе каждого участника. «Атмосфера новая, люди новые, методика преподавания новая. Не знаю, все интересно, мне все понравилось, все очень здорово». «В общем, фестиваль мне очень понравилось, все замечательно, все прекрасно». «Я живу сценой, мне это очень помогает, мне очень нравится выступать и все, что связано с этим. Фестивали объединяют людей. Я вот три недели в театре где-то примерно, а уже познакомился с многими ребятами из Екатеринбурга, из Советского. И с фестивалем очень объединяем, мы все подружились. Хоть мы знакомы буквально неделю, мы уже как сплоченная команда, мы все доверяем». «Потрясающие впечатления, очень яркие эмоции вызывают данный фестиваль. И меня очень радует, что это фестиваль, в первую очередь, фестиваль-лаборатория. Потому что тот опыт, который мы получаем все вместе, приезжие и те, которые здесь находятся, это очень большой опыт для нас всех, потому что у всех свое видение на нынешний театр, на наш современный театр, и все им делятся». «Это очень так интересно было, пофантазировать. Интересно было во всем этом участвовать. Я первый раз так выступаю на большом сцене на каком-то фестивале. Я раньше выступала, но в более маленьких местах. Это очень интересно». Творческие коллективы принимающей стороны – Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы, Донецка, Ямала, Югорского и Советского. Каждый из них оставил след в душе зрителей и жюри. А организаторы уже думают над тем, чтобы продолжить историю Чехов-Россия-Мы. «Мы каждый год все увеличиваем, количество идей, каких-то новых фишек на фестивале. И каждый год потом себя ругаем, потому что мы же в результате сами же от себя и страдаем. Но мы просто без этого не можем жить. То есть, если фестиваль есть, он должен быть у нас самый лучший, самый родной, любимый. И все, что рождает фантазии, мы стараемся реализовать». В итоге более 20 номинаций, которые нашли своих обладателей. Лауреатами Всероссийского фестиваля-лаборатории стали две работы уральцев, две екатеринбуржцев, одна города Губкинского и одна из Югорска. Но, как отметила дружная команда театралов, главное – это знания и опыт, которые удалось приобрести. «Мы не будем забывать фестивальные дни, что они закончились, но пока знания и творческое заряд мы заберем с собой». Елена Шамшаева, Александр Кашкин. События. Продолжение следует...